Тренировочный вариант ОГЭ по математике Ларина Александра Александровича. Модуль геометрия. Задача номер 11. Медиана равностороннего треугольника равна 9 корней из 3. Найдите его сторону. Изобразим равносторонний треугольник. И проведем одну из его медиан. Медиана это отрезок, который соединяет вершину треугольника с серединой противоположной стороны. Вот например, вот такую медиану покажем. Тогда обозначим для удобства вершины. У нас тогда получится треугольник, предположим, АБЦ. И медиану обозначим медиана БД. Так как БД медиана, то она делит противоположную сторону АЦ пополам. Это значит АД равно ДЦ. Кроме того, по свойству медиана в равностороннем, да и в равнобедренном тоже треугольнике является бисектрисой и высотой. Это значит вот этот угол у нас прямой. И кроме того, эта медиана делит угол при вершине Б пополам. То есть является бисектрисой. Теперь покажем, что нам дано. То есть нам дана медиана. По условию медиана БД равна 9 корней из 3. То есть медиана БД нам известна. Подпишем сразу. То есть 9 на корень из 3. Это длина вот этой нашей медианы. Далее. Обозначим сторону равностороннего треугольника, предположим, через А. Ну вот, например, БЦ равно А. Тогда, так как АЦ в равностороннем также равно А, а ДЦ ее половина этой стороны АЦ, то получается, что ДЦ равно А пополам. То есть половина стороны А деленная на 2. Ну и теперь можно записать для треугольника БДЦ теорему Пифагора. Треугольник БДЦ прямоугольник. Запишем для этого треугольника теорему Пифагора. То есть у нас тогда получается, что А квадрат – это квадрат гипотенузы, то есть БЦ, равен сумме квадратов катетов. Один катет – это А деленное на 2 в квадрате, то есть сторона ДЦ. А второй катет – это БД. Ну, запишем пока БД. БД в квадрате. Подставляем. Тогда у нас получается А квадрат равно А квадрат... Или можно сразу возвести в квадрат. Возводим в квадрат числитель и знаменатель. Тогда у нас получается А квадрат деленное на 4 равно... Вернее, плюс БД квадрат. А БД по условию 9 корней из 3. То есть 9 корней из 3 нужно возвести в квадрат. Выразим сторону, а нам именно ее и нужно найти. То есть выразим сторону А. Сначала А квадрат, с А квадратом разберемся, а потом найдем А. То есть получается А квадрат. Оставляем. Переносим в левую сторону, в левую часть А квадрат деленное на 4 со знаком минус, с противоположным знаком. То есть получается минус А квадрат деленное на 4. И справа можно возвести уже в квадрат. То есть получается тогда у нас 9 в квадрате до корень из 3 в квадрате. 9 в квадрате – это 81. И умножить на корень из 3 в квадрате. Корень из 3 в квадрате – это 3. 81 умножить на 3. Далее приводим подобные слагаемые для этого приведем к общему знаменателю Общий знаменатель 4 Тогда надо a2 домножить на 4 Тогда у нас получается 4a2 минус a2 равно Здесь вот можно перемножить, а можно не торопиться пока Пока не будем умножать, потому что может потом в дальнейшем удастся сократить Поэтому пока перепишем 81 умножить на 3, перемножать не будем пока Тогда в левой части 4a2 до минус a2 будет 3a2 То есть получается 3a2 деленное на 4 равно 81 умножить на 3 Ну и теперь вот на этот коэффициент нужно правую часть поделить Чтобы найти a2 нужно поделить правую часть на 3 четвертых Почему же это коэффициент при а2 3 четвертых а2 Значит мы должны правую часть поделить на этот коэффициент Чтобы найти а2 Ну или кто не понял, можно просто обе части умножить на 4 треть То есть мы на 4 третьих умножаем левую часть Но тогда на 4 третьих надо умножить и правую часть Когда у нас получается здесь 4 4 сокращается, 3 3 сокращается Как раз остается а2 А здесь как раз вот то, о чем я говорил То есть при делении на 3 четвертых получается умножение на 4 третьих То есть получится то же самое Ну по порядку все Значит итак А2 будет равно 81 умножить на 3 и нужно разделить на 3 четвертых Делим на 3 четвертых Откуда а2 А2 будет равно 81 умножить на 3 Деление заменяем умножением и умножаем на обратную дробь То есть на 4 третьих На 4 третьих Теперь можно на 3 сократить У нас получается 1 Здесь тоже единичка И получается 81 умножить на 4 Тоже не перемножаем Потому что удобнее корень извлекать прямо вот из этого числа Из этого произведения Тогда а будет равно Корню квадратному Из правой части 81 умножить на 4 Вообще-то плюс-минус корень Но так как а это сторона Мы выбираем этот корень со знаком плюс Вот здесь вот этот корень берем со знаком плюс И плюс-минус перед корнем не пишем Далее Извлекаем корень Тогда у нас получается Что а будет равно Корень из 81 умножить на корень из 4 Корень из 81 это 9 Умножить на корень из 4 это 2 9 умножаем на 2 Получаем 18 Это значит что в ответ нам нужно записать число 18 Задача решена Продолжение следует... Продолжение следует...